От Москвы до Сахалина будут виднеться синие бойцовки, омских студотрядовцев. В День России они открыли третий трудовой сезон, получив флаги Омской области, а самое главное – путевки в разные уголки страны. Напутывал тружеников губернатор региона Виктор Назаров. Он отметил, что упорство и трудолюбие ребят позволят вывести нашу область и страну в передовики. А о мячей действительно знают. Прекрасная репутация помогла оказаться в центре главных событий. Олимпийские стройки, Формула-1, везде трудились наши земляки. Теперь они одни из первых отправятся в Крым. Мы первые в Омске, кто вообще вызваны были работать в этом месте. То есть кто-то увидит первый раз море, там погода хорошая, то есть это уже настроение будет лучше. Но самое главное – там надо будет работать. Мэр Омска Вячеслав Двораковский, одетый в бойцовку, продолжил церемонию. Он также рассказал, что его студенческие поездки – невероятно полезный опыт, который не забыть никогда. Трудовую молодость и карьерные взлеты вспомнил и министр спорта Омской области Константин Подбельский. В течение пяти лет от бойца до командира зонального штаба мне этот путь хорошо знаком. Поэтому, может быть, у меня действительно такая настоящая ностальгия по тем временам. Но здорово, что есть те, кто продолжают эту работу и получают сейчас и приносят ту пользу нашей экономике, народному хозяйству. В чем страна, конечно, очень нуждается. Больше тысячи молодых ребят до конца июня покинут регион. Путевки уведут их на Дальний Восток, Север, в центральную часть России и Сибирь. А самые опытные труженики примут участие в главной студенческой стройке на космодроме Восточный. Такое право получили всего два омских отряда, тщательно прошедших конкурсный отбор. Наш отряд полностью обучался на дополнительной профессии, то есть это плотник, бетончик. Мы все прошли полностью обучение, сдали экзамены. И у нас у всех есть разряд, подтверждающий данную профессию. Именно студенческие отряды, которые уезжают за пределы региона, они должны в день празднования 300-летия Омска, чтобы о нашем празднике узналась вся страна. И в первую очередь, конечно, своими трудовыми достижениями, потому что мячи умеют работать, их зовут. Кстати, открытие сезона у памятника труженикам тыла – добрая традиция, которая не обходится без возложения цветов. Ну а потом – общее фото. Оно и станет некой отсечкой нового трудового лета, когда все главные достижения еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин